«Агентство ЕС по безопасности внешних границ Frontex использует увеличенный бюджет на 2016 год, чтобы усилить пограничную безопасность. На места будет отправлено больше персонала. Агентство планирует закупать дополнительное оборудование для регистрации беженцев. Кроме того, будет использовано больше самолётов и автомобилей для защиты внешних границ Евросоюза». «Увеличение финансирования Frontex – это ключевой элемент плана ЕС по сокращению потока мигрантов с Ближнего Востока и из Африки». «Я действительно приветствую это предложение. Конечно, оно амбициозно, но, на мой взгляд, как исполнительного директора Frontex, это именно то, что нам нужно. Это то, что нужно Евросоюзу». Но некоторые страны недовольны теми полномочиями, которыми наделили агентство. Так Frontex сможет без приглашения направлять своих пограничников в государство Блока, которое долгое время не справляется с защитой внешних границ Евросоюза. Между тем, исполнительный директор агентства поддерживает нововведение. «Для меня это не вопрос введения каких-то мер. Страны-члены должны понять, что это в их же интересах. Это наш общий интерес». Согласно плану, Frontex будет защищать европейские границы, а также выполнять функции береговой охраны. Число персонала увеличат вдвое, а финансирование – до 322 миллионов евро в год уже к 2020 году. Для сравнения, в этом году агентству выделили 143 миллиона. Впрочем, основная ответственность по защите границ будет по-прежнему лежать на национальных правительствах. Но в случае критической ситуации они смогут обращаться за экстренной помощью в ЕС.